Важную информацию для жителей Дальнего Воронка глава округа Андрей Булгаков озвучил на совместном совещании с депутатами окружного совета. На местном уровне была проделана большая серьезная работа, в результате чего ряд домов включен в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области. За три года будет порядка 5 миллиардов именно регионального и муниципального бюджета. Я хочу реформировать структуру в пользу содержания, а не в пользу трат, которых мы много сделали за последние три года беспрецедентно на разные программы. Потому что нам нужны деньги, чтобы прософинансировать самую крупную бюджетную региональную программу расселения ветхого и аварийного фонда. Поддержал это и дал возможность это реализовать губернатор. Мероприятия по расселению ветхого жилья со строительством новых МКД и выдачей сертификатов для тех, у кого не муниципальные квартиры, займут порядка 3-4 лет. По словам главы, вопрос чувствительный и сложный, поэтому для удобства собственников открыт кабинет, где профильные специалисты ежедневно с 10 до 17 часов готовы предоставить все необходимые разъяснения. О состоянии коммунальных сетей после зимы, перспективах развития и укрепления жилищно-коммунального хозяйства рассказал замглавы по ЖКХ Аркадий Собейников. Из доклада парламентарии узнали, что в ближайшей перспективе наш округ ждут значительные позитивные перемены в области теплоэнергетики. В ходе 76-го внеочередного заседания депутатами была принята корректировка местного бюджета, внесен ряд изменений в правила землепользования и застройки городского округа, а также рассмотрены другие актуальные вопросы. По традиции в конце заседания утвердили кандидатуры для награждения благодарственным письмом Совета депутатов.